Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Закон Путина. В Думе определились с авторством документы об индексации пенсии работающим пенсионерам. Нездоровое оздоровление Волги или дело о закопанных миллиардах. Золотые отходы. Тарифы на вывоз ТКО могут вырасти из-за штрафов для мусоровозов. У Думы большие планы на лето. Июнь для депутатов начался с работы в регионах, а первое пленарное заседание прошло 11 июня. Было заявлено, что депутаты сосредоточатся на решении задач, которые поставил президент во время выступления на Петербургском экономическом форуме. Речь прежде всего идет о социально значимых инициативах, в их числе и индексация пенсии работающим пенсионерам. Также в Думе находится внушительный портфель законопроектов, касающихся до настройки налоговой системы. В дополнение к уже объявленным инициативам правительство предложило пересмотреть параметры бюджета на 2024 год. Определено, что дополнительные доходы от роста НДФЛ и налога на прибыль будут направляться исключительно в федеральный бюджет. На него ложатся новые расходные полномочия. На пленарном заседании 11 июня было рассмотрено около 30 законопроектов. Но первым делом спикер парламента Вячеслав Володин предложил определиться с авторством закона об индексации пенсии работающим пенсионерам. Он всегда поддерживал людей старшего поколения. Это закон Путина об индексации пенсии работающим пенсионерам. Поэтому давайте мы здесь не будем, каждая фракция, пытаться записать это на свой счет. Для того, чтобы это решение принять, Путину надо было в условиях вызовов, санкций перестроить всю экономику, всю экономику, коллеги, чтобы она стала демонстрировать рост. По сути, это намек коммунистам и эсерам забыть о том, что последние 8 лет они постоянно требовали возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Закон Путина будет готовить Единая Россия. Речь идет о возобновлении индексации, потому что звучали слова о том, что нам нужно вернуться и проиндексировать все задним числом. Сейчас Единая Россия работает с правительством над конкретным законопроектом, который должен быть принят в ближайшее время. Есть важный нюанс и в разработанном правительством законопроекте о налоговом кэшбэке для семей с двумя и более детьми, где душевой доход не превышает полтора прожиточных минимума на человека. При назначении выплаты по налоге с единым социальным пособием будет учитываться наличие у заявителя и его родственников движимого и недвижимого имущества. Это автоматически отсечет от поддержки значительное количество семей, заявила председатель профильного комитета Нина Станина. Это мера социальная. В конце концов, когда у нас будет государство-демографическая политика, чтобы побуждали семью, где есть один ребенок, рожать второго, третьего, пятого и десятого. Предложение Нина Станина предоставлять налоговый кэшбэк без учета полуторного размера прожиточного минимума для многодетных семей не встретило понимания со стороны правительства. Мы исходим из того, что это мера социальной поддержки. Мера социальной поддержки должна касаться конкретных целевых групп, тех, которых мы относим к малобеспеченным семьям. Предполагается, что выплаты начнут предоставлять с 2026 года. На них потребуется около 100 миллиардов рублей из федерального бюджета ежегодно. Защита прав участников спецоперации, меры поддержки семей, помощь жителям, эвакуированным из опасных районов. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с отчетом за 2023 год в Государственной Думе. Особое внимание омбудсмен уделила освобождению из плена наших военнослужащих. На представление и обсуждение ежегодного доклада, уполномоченного по правам человека, Государственная Дума выделила два часа. За это время было необходимо заслушать доклад федерального омбудсмена, три садоклада и выступления представителей всех пяти фракций. Но начали правительственный час с утряски организационных вопросов. Полгода прошло. С 2023 года. Практически через 20 дней будет. А мы доклад заслушиваем за 2023 год. Давайте мы первое, может быть, с чего начнем, попросим Татьяну Николаевну Москалькову. Надо этот отчет заслушивать в январе. Как оказалось, проблемы у людей что в 2023 году, что сегодня одни и те же. А некоторые беды, похоже, будут вечными. К нам поступило беспрецедентно большое количество обращений. 93 тысячи. Одинаковые проблемы ставят нам люди. Образование, медицина, социалка, пенсия, суверенитет и независимость нашей страны. И все же сегодня уполномоченный по правам человека в России – это омбудсмен военного времени. Авторами каждого третьего обращения являются либо военнослужащие, либо члены их семей. Цифра огромная – это же 30 тысяч очень тяжелых ситуаций. Значительная часть обращений была связана с возвращением из плена, установлением местонахождения родного человека, который выполнял воинский долг, о проблемах социальной направленности. И тут же Татьяна Москалькова добавляет ложку дегтя. Сегодня аппарат может принимать только 70% звонков от участников СВО. На большее просто нет человеческого ресурса. В штате как было 250 сотрудников, так и осталось. А работы прибавилось в разы. Отстроили отношения с Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом. И это позволило нам сделать две большие, очень серьезные акции. Посещение наших пленных украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста, а их посетили 1700, и передачу из дома нашим военнопленным посылок с вещами, письмами, записками. Госпожа Москалькова достаточно опытный чиновник, поэтому и доклады, и ответы на вопросы выстраивает грамотно. Проблемы, которые за время СВО так и не удалось решить, в публичном поле не обсуждают. Неожиданно для всех табу нарушает депутат Шаманов. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. Но генерал считает, что существует и другая армия, которая разодета и расшита. В свое время отдельными людьми, с позволения властей, взяли и переодели госслужащих и других гражданских лиц в военную форму. Когда они за свои деньги это все будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию. И в любой войне будет гражданское население, которое платит высокую цену. Белгородщина уже давно стала прифронтовой зоной. Тысячи людей, наших сограждан, вынуждены покинуть свои дома. Многие из них, очевидно, в течение долгого времени будут лишены возможности вернуться в свои дома. Часто во многом разрушенные. Какие вы видите системные решения, связанные с их возможным трудоустройством, предоставлением жилья. Однако чиновница вдруг заговорила об убежищах. Люди обозначают отсутствие нормативного обеспечения нормативов укрытий. То есть сегодня не просчитано, сколько нужно в укрытии воды, лавочек, матрасов каких-то для детей. Вот это мы должны обязательно сделать. Мы должны все понимать, что мы в зоне рисков и быть готовы для них. Попутно омбудсмен призвала депутатов принять решение по бесплатному проезду для родственников бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Что касается социалки, то за 2023 год было 20 тысяч обращений. Из позитивного люди стали меньше жаловаться на проблемы с лекарствами, на сферу образования и незаконные увольнения. Между тем в КПРФ бьют тревогу. Многодетные семьи лишаются поддержки со стороны власти. И это в год семьи. Чиновничья вольница, по мнению коммунистов, творит беспредел. Регионы принимают свои нормативные документы, указы, законы, по которым вводят тоже критерий один прожечный минимум. В итоге многодетные семьи лишились. Первое – льготно-коммунальные услуги. Второе – выплаты на проезд каждого школьника к месту учебы. И третье – приобретение одежды. То есть в итоге с выходом указа мы ухудшили положение многодетных семей. Не только к амбусмену выросло количество обращений. В прошлом году в адрес президента пришло более 900 тысяч писем с просьбами о помощи. В Сенат – 58 тысяч. В Госдуму поступило 480 тысяч жалоб. Кто-то из правозащитников считает, что такие цифры свидетельствуют о доверии россиян к институтам власти. А кто-то говорит о правовом неблагополучии наших граждан. Федеральный проект «Издоровление Волги», призванный до конца 2024 года, в три раза уменьшить сброс загрязненных стоков в реку, обернулся большим скандалом. Депутаты Государственной Думы побывали с проверкой над 52 объектах. Вскрылась масса проблем, из которых срыв сроков еще не самая крупная. Согласно парламентскому контролю, Комитет Госдумы по экологии заслушал информацию о строительстве новых очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Из депутатского отчета следует, что было проверено 52 станции аэраций в Ярославской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. Вывод комиссии звучит так. Миллиарды рублей потрачены впустую. Из 52 объектов всего три реально вышли на целевые показатели. А то, что мы президенту на бумаге хотели в декабре подсунуть липовый отчет, не получится. В середине 70-х годов прошлого века в Советском Союзе на Волге была построена целая система очистных сооружений. Качество воды в реке улучшилось в разы по показателям от 10 до 100 раз. А СССР занял первое место в мире по объему отфильтрованных сточных вод. И столько лет мы на них не жаловались, грубо говоря. То есть они себя отработали качественно. Вот пройдет после 2024 года вот такое же расстояние от 60-го до 2024 года. И следующее поколение вспомнит, как был реализован этот проект. А если мы друг другу глаза на это все закроем, понятно, что через 60 лет что будет с этой рекой. Ее просто не будет. Сегодня, по данным Минприроды, в реку ежегодно сбрасывается более 6 кубических километров сточных вод. Согласно принятому в 2018 году федеральному проекту оздоровления Волги, доля загрязненных сточных вод за 6 лет должна была сократиться в 3 раза. В Сызране, второй город Самарской области, 125 тысяч мощность, 218 миллионов рублей потратили. Фактически мощность 30. Деньги нецелевое, используя денежные средства. И я думаю, что вы должны будете их вернуть в казну. Нефтегорск 502 миллиона рублей. Кто не доехал, еще там новый губернатор не доехал, я ему подсказываю просто. 502 миллиона, 15 тысяч мощность. С декабря месяца до нашего приезда на стройки людей не было. Во время командировки депутаты вели видеосъемку. Ее и продемонстрировали на совещании. Заходим внутрь. Смотрим, куда зарыли 85 миллионов рублей. Сейчас для восстановления нужно еще порядка 20. На федеральные деньги под Новоульяновском построили очистные сооружения для трех частных заводов. А город так и остался сидеть на старой трубе. В Нижегородской области деньги и вовсе решили зарыть подальше от Волги. 10 из 20 станций аэрации построили за сотни километров от реки. Но больше всех не повезло жителям городка Лыскова. 250 миллионов потратили денег. С них, кстати, тарифы берут по 43 рубля с человека. И люди говорят о том, что когда были старые очистные сооружения, дышать было легче. По одной простой причине. Потому что новые, которые построили, они идут на промышленный сток. На вопрос, как мог случиться такой провал, чиновник из Минстроя честно признался. А мы туда не ездили. Контроль за реализацией проекта, он, по сути дела, осуществляется по тем отчетам, которые предоставляют регионы. Плюс строительная часть по рострою контроля. Безусловно, мы еще проанализируем детально все объекты, которые были реализованы в рамках этого федерального проекта. По итогам депутатской проверки будет создан инцидент. Обнадежил думцам представитель Минприроды Павел Барышев. Ситуация признана чрезвычайной и все материалы передадут председателю правительства Михаилу Мишустину. А Росприроднадзор проверит все очистные сооружения, построенные по программе оздоровления Волги. Просьба, если такая возможность, включить туда, в том числе и депутатов от соответствующих регионов. Чтобы не просто пробежал Росприроднадзор и там замазал глаза, как там попытался прикрыть скандал. Чтобы это была реальная, объективная картина. Кстати, после посещения депутатами Ярославской области силовики задержали руководителей подрядной организации. Их обвинили в хищении 700 миллионов рублей при строительстве станции аэрации. Скорее всего, аналогичные мероприятия следует ожидать и в остальных регионах. Но даже если в строй введут новые очистные сооружения, работать на них по большому счету некому. У нас выпустилось по данным специальности в Ростове студентов по прошлому году. Знаете сколько? Один человек. Что помешало чиновникам из Минприроды озаботиться вопросом дефицита кадров ранее? Проект оздоровления Волги идет шестой год. В итоге на комитете было принято решение продолжить посещение очистных сооружений. Всего по программе их должно быть построено 139. И, наверное, самый важный момент. В бассейне Волги живет около 60 миллионов россиян. Это более третье население страны. В обозримом будущем мусор станет для граждан в прямом смысле золотым. Все дело в том, что за превышение нагрузки на ось с машин, вывозящих отходы, начали взимать штрафы. В регионах уже заявили, что назревающая проблема может спровоцировать либо банкротство операторов, либо привести к кратному росту тарифов для населения. В Минтрансе на системе наказаний настаивают. Дескать, правила единые для всех и исключений для отдельных отраслей быть не должно. Дорожным фондам нужны дополнительные средства. Ситуацию озаботились в профильном комитете Госдумы по экологии. Полтора года назад в стране вступили в действие новые правила, регулирующие допустимую массу на оси для большегрузов. Вот только в законодательстве почему-то не учли разницу между коммунальной техникой и коммерческими форами. И хотя некоторые нормативы увеличили, даже пустой мусоровоз в них не вписывается. Машины стали собирать штрафы от 250 до 400 тысяч рублей за один выезд. Варианта оригинального оператора будет два. Либо банкротиться и останавливать деятельность, либо отказываться от деятельности и прекращать деятельность. Но в любом случае на выходе. То есть формальное исполнение всех регламентов, которые сейчас существуют, означает, собственно говоря, прекращение деятельности по вывозу мусора. Точка. В течение двух недель, месяца, полутора месяцев. Все зависит от какой-то финансовой подушки. Мусорный коллапс пока не случился лишь потому, что регионы пытаются договориться на местах. Где-то власти просят надзорные органы не выписывать штрафы, где-то мусоровозы объезжают весовой контроль. И мы даже посчитали в одного рекомператора, если они будут по закону поступать, у них каждый день должны платить штраф 20-30 миллионов. Понятно, что ни один рекомператор такой нагрузкой не потянет. И, конечно, они будут банкротиться, и вывоз мусора не будет ошляться. Ситуация обострилась с начала года, когда не только на федеральных, но и на региональных и местных дорогах стали активно вводить весовой контроль. К 2030 году по плану Минтранса через каждые 15-20 километров будет стоять контрольная аппаратура. Так что с зайцем не проскочишь. Все сектора экономики, абсолютно все сектора экономики в абсолютно одинаковой ситуации. Продукты питания, ГСМ, все мы с вами платим рублем за возможность доступа автомобиля на дорогу и совершения им транспортной работы. В то же время, по мнению чиновника из Минтранса, региональные операторы сами спровоцировали ситуацию. Ведь, заходя на рынок ТКО, они старались экономить на покупке спидтехники, когда вместо трехосных грузовиков, где нагрузка меньше на оси, приобретали двухосные машины. При том, что это может быть одно и то же шасси с абсолютно одинаковыми габаритными размерами. Соответственно, в одном случае у нас 18 тонн распределены на 2 оси, в другом случае 25 тонн распределены на 3 оси. И трехосное транспортное средство может не нарушать и не являться нарушителем. Но, естественно, трехосное транспортное средство просто физически само шасси стоит дороже. Впрочем, как считают в Минтрансе, вопрос перегруза мусоровозов решаем. Либо надо увеличивать количество рейсов, машины должны ходить полупустыми, либо поменять две трети существующего автопарка с двухосных на трехосные машины. Вопрос только, за чей счет будет банкет. Любые наши с вами действия, любое принятие решения сейчас – это увеличение тарифа. А теперь вопрос, который нам нужно решить. Где найти ту золотую середину, чтобы рост тарифа или рост субсидий, которые необходимо будет предусмотреть, с учетом требований, которые сегодня есть, по дорогам, был минимальный. Правда, есть еще один путь – вывести 20 тысяч мусоровозов, которые есть в России, из-под действия федерального закона, устанавливающие нормативы нагрузки на ось. Но вот Минтранс против. В данном конкретном случае мы не видим истории исключительности данной конкретной отрасли по отношению к другим секторам экономики. Мы считаем, что мы не понимаем, ну вот я по-честному говорю, не можем найти себе аргументов, чтобы сказать, окей, мы субсидируем эту отрасль за счет дорожных фондов. В итоге участники совещания приняли решение собрать аналитику по всему парку используемых мусоровозов в стране. После чего просчитать финансовые последствия, для каждого из возможных решений. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься». До встречи через неделю.